сэкономить 10 долларов и потерять полдня ну воздух очень мало очень жарко но это мы в интернете прочитали может и брешут здравствуйте я наталья дубров привет а я татьяна комарова так как все таки вот сэкономить деньги и время в стамбуле мне кажется что очень удачная идея это туристический двухэтажный автобус мы бы конечно немножко ругали в своих прошлых видео я допустим в твоем незнакомом городе астамбул огромный город он больше чем москва понятно что все ты может быть не успеешь там за неделю посмотреть но хотя бы какие-то основные вещи хотя бы понимать где где что расположено как минимум несмотря на то что мы ругали вы знаете я считаю все туристический автобус вот удачная идея если бы я первый раз ехала в стамбул то уже по прошествии времени я бы опять купила билет на туристический автобус несмотря на то что это там дорого там еще как-то если еще плохо ориентируешься в пространстве то это сразу помогает как-то сориентироваться по основным каким-то транспортом даже путям но даже если вы отлично ориентируетесь вот как куда идти как пешком исследовать такси все-таки очень дорого общественным транспортом это муторно во первых нужно простроить дома маршрут по интернету это тоже опять таки на это уйдет время и вот опять таки дорого она вроде как дорого потому что 50 долларов вместе с корабликом но что такое дорого другое как два дня два дня разбиваем на день получается 25 долларов в день вот и вот это два дня и вы слушаете две экскурсии два маршрута там экскурсию на своем родном языке в наушниках музыка еще время играет даже когда он и в паузах между комментариями вы катаетесь безлиминно то есть может с утра сесть не выходить до вечера учить наизусть экскурсию смотрите все много чего знать надоело вышел погулял посмотрел полюбовался снова садишься и не тратишься уже на общественный транспорт то есть мы каждому не прогадали вот туда с этими автобусами не прогадали еще знаешь почему во первых мне еще сэкономили во первых во вторых не знаю в каких сэкономили время а вот с этого вокзала ходил восточный экспресс легендарный всем советую но фуникулер конечно вот такой вот он конечно своеобразный кистью не берем на фуникулер кистья поехали с нами таташ возьмем с тобой домой жить закупорили банки тоже воздуха очень мало очень жарко красивого вида не получается едем из земли для да фуникулер только издалека красивый конечно стоит три с чем то да даже меньше это видно золотой рук сомнительной красоты с поцарапанным стеклом конечно если бы тут не было этих стекла они были просрачены было бы красиво конечно было бы красиво но смотровая площадка на золотой рук посмотрите какая чудесная панорамная площадка по моему красота просто невероятная это залив золотой рук а вон вы видите дальше это мост который тоже называется золотой рук вон вы видите как бы он смотри видишь фуникулер Это стоит 1 лир, вот сюда бросаете денежку. Ну, что там происходит, мы, конечно, показать вам не можем, но красиво. Какие-то работы, где-то что-то будут делать, не понимаю, зачем, не понимаю, но выглядит прикольно очень. Мы решили вот в таком чудном местечке попробовать турецкий чай, наконец, встретили в Истамбуле турецкого чая, еще не пробовали, будем пробовать. Ну, такой сладкий чефир такой, в общем-то. Я так понимаю, что с таким чаем можно и без алкоголя обходить, честно. Больная тема с этим алкоголем. Больная тема. Где выпить бедному путешественнику. Люди подумают, что мы синьки полные, кто часто смотрит наши ролики. А люди пускай знают, что дома в Украине я вообще алкоголь не пью. У меня какой-то... Да я, в принципе, и дома пью. То есть вы представьте, вот это вот общественным транспортом проделать весь этот путь, какое количество времени нужно потратить дома в интернете, чтобы подготовиться и чтобы... Ну, подумайте. Понимать, куда ехать, не говоря уже о плате за проезд еще. Да, что важнее здесь, деньги или время? Потому что в путешествии вот эти вот два ресурса, они всегда конфликтуют. Вот что выбрать? Сэкономить деньги или сэкономить время? Сэкономить 10 долларов и потерять полдня? Ну, что все-таки важнее в путешествии, время или деньги? А вот в следующем видео подписывайтесь на наш канал, потому что в следующем видео мы вам расскажем, на что не жалко денег. Вот абсолютно не жалко денег в Стамбуле. Поэтому подписывайтесь. Мы еще про гаремы кое-что расскажем, мифы, что набрали о гаремах. Поэтому подписывайтесь и ставьте лайки. А вот экскурсию на кораблике в Стамбуле мы вам не советуем. Но это все-таки очень дорого и очень-очень долго. Скучно даже, да? Два часа, ну реально, это многое считаю. Ну, конечно, красивый очень Стамбул с воды. Но с другой стороны, экскурсия там вроде бы идет, на английском языке, с жутким турецким акцентом. И с таким шумом ветром, что ну просто ничего не слышно. Да, еще забыли рассказать, но кораблик вот этот, два часа вот этой вот экскурсии. Не все кому понравится. Да, в некоторых там, кстати, даже подукачивало, причем рядом с нами. Недалеко, да, от нас. Уваживая этот Стамбул с Барбарой, это только 4 минуты. Вместо кораблика мы вам вот крепко советуем, берите паром. Просто за 5 лир, это, ну чуть-чуть, сколько это в долларах? Ну, поделить на 3,5, ну, ну, не знаю, чуть больше доллара. Больше доллара. Это, во-первых, это 40 минут, вы сможете прокататься в Азию. Это, во-первых, очень колоритно. Там не бывает толп людей. И потом, это уже местное население, в основном. Местное население, да. А туристические кораблики, ну, вы видите, забито, и там оно забито просто. Я потеряла свои красивые синие очки. Канюшка потеряла очки в мечети, когда нам открывали одежку, видимо. Так жалко. Жалко, очень жалко. Наташа немножко подгадила, но мы будем считать, что это способно, знаете, как говорят, типа, отвело в какую-то неприятность. Будем так считать. Но только что, дельфин, блин! Комфортненький общественный транспорт, да, мягко сказать, вообще. И даже вот на общественном этом транспорте можно выпить, допустим, вот чай. Я пила чай, я впервые увидела, как готовят вот турецкий чай, но не заварочка, прямо на огне вот так вот. Поэтому он кременький получается. Наташка говорит чефир. Не, ну не чефир, конечно, но очень крепкий, очень вкусный чай. Вот действительно, вот подрит. Общественный транспорт. Главное не провтыкать вот эти вот сладости, которые мы купили. Уже вот они минус очки. Купили себе шарф на рынке, на кран-пазаре. У меня есть такая традиция, называется типа супер, как обычно я называю это операция шарфики. Потому что мне всегда прием поместим на шарфики, но всегда исключится покупать в разных странах шарфики. А если такие шарфики, просто страшно заходить в магазин, у нас все выбор, глаза разбегаются, мы закрываем. Но просто все деньги. Все скупили. Все деньги. Отставить. Встали решили, что для видеоблогеров на мере-мере, но туго соображаем, как мыслим, так и говорим. Мерено, да. Мы учиться, говорим, скажем, быстрее. Мыслить быстрее. Быстрее думаешь, быстрее говоришь. Поэтому, ну вот как бы наш совет, мы за порогом. Мы за порогом. Ну из покатушек таких по Стамбулу получается, что фуникулер это по воздуху, автобус это по суше, ну и кораблик-паром это по воде. Есть еще подземная ситуация, метро тоже никто не отменял. Метро в Стамбуле. Оно, кстати, считается третье место по старшинству после Лондонского и Нью-Йоркского. Но это мы в интернете прочитали. Может, и брешут. Может, и лучше, потому что я слышала такое и про Будапештское метро, что оно типа второе после Лондонского. Это, знаете, вот сейчас не в тему расскажу. Это вот была я в Круизе, и там была Генуи, потом была Валенсия. И вот Священный Грааль написано, что типа в Сан-Лоренцо, в Кафедральном соборе, в Генуи, Священный Грааль, единственный признанный Ватиканом. На следующий день в Валенсии один в один информация, Священный Грааль, единственный признанный Ватиканом. Ну, поэтому с метром может быть то же самое. Впереди вас ждет еще очень-очень много интересного. Так что ярких вам путешествий. Пока! И до новых волнующих встреч. Пока! Думаю вам молчать.